Добрый-добрый вечер всем еще раз, дорогие друзья, у микрофона Друг, студия игрокам ТВ и начинаем трансляцию ответного матча между командой Yellow Submarine и коллективом Natus Vincere. Первую игру Natus Vincere выиграли за... Natus Vincere. Я как... О-о-о-о! Иди сюда, Na'Vi! Путш в пике команды Yellow Submarine. Ой, Дэнди, там вы не видите, но Квапа сейчас реально плачет и вот эти черные разводы на щеках, они движутся вниз. Квапа просто в шоке. Такого вообще Дэнди просто не ожидал от своих соперников. Путш в пике команды Yellow Submarine. Отправьте Драгонайта куда хотите. Делайте Драгонайта керри, Дарксира отправляйте в сложную линию, а Свен пусть с Шейкером саппортят Драгонайта, а Путжа отправляйте на мид-лейн. Только так. Других вариантов не может быть. Драгонайт пусть саппортит. Кто угодно пусть саппортит, пусть Путш идет на мид наказывать Дэнди. Вот это смеху будет. Бараш у нас забирает Драгонайта. А куда Путш денется? Сложную? Нет, Дэйл будет на Дарксире стоять сложную. Мипошка забирает себе Свена, но Путш у нас будет саппортить. Жалко, 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 но с другой стороны, если вдруг Yellow Submarine накажут Na'Vi пуджом, да и это новая вообще история в Доте будет. И последняя страница в истории команды Natus Winster, ну мне так кажется, мне так кажется. Да, жесть. Писали на сети, что у Submarine выйдет пик полный шлаг. Так и вышло на самом деле. Но Путш зарешает. Если и никто не вспомнит, что там в игре было, то Путша обсуждать точно буду. Первая игра, например, вообще мне не запомнилась, что там было непонятно. Раззоры, шмазоры, все это попахивало абсолютно ерундой. И на самом деле какими-то вот CM пабами просто собрались. Рандомно по количеству ММРа собрали игроков. Ну и давайте играть, как получится. И получилось вообще никак, то есть смотрелось это все, ну, из рук вон плохо. PSM будет играть у нас на Пудже, Дейл будет играть на Дарксире, Фервиан будет играть на Шейкере, Мипошка играет на Свене, и Бараш будет на Драгонайте стоять в Медлине, или все-таки уйдет Бараш пофармить легкую линию. Ну, Мипошка забрал себе кого? Свена, да. Значит, фармить придется он. Конечно, Рейди Путш, ты со старта был Рейди, судя по тебе. Да, на саппортинг, конечно, Пуджа отпускать, ну, извините. Либо все, либо ничего, тут либо пан, либо пропал, и команда Йелл Сабмарин сделала такой яркий шаг на самом деле, и сама, я так понимаю, охренела от своей наглости. PSM? Нет, PSM у нас Каллинг Блейд покупает, у него есть танго, он будет фармить, у него есть танго-манго, у него много всего. Пусть идет на Медлэйн, пусть стоит с кем угодно, втроем пусть идут на Медлэйн, в четвером, в пятером пусть идут на Медлэйн. И просто изуродуют Дэнди там. Пускай, конечно, там Хвост что-то выформит на ком? На Аксе, наверное, да? На Аксе играет у нас Хвост. Фаник, давайте уже по матчу как-то закончим эту истерику. Фаник у нас играет на Timber Soul. Санейка играет на Визаже. Акс для Хвоста, Дэнди на Квин оф Пейн и Артстайл на Кум на Шадоу Демоне. В прошлой игре у Артстайла на Шадоу Демоне был Unstoppable Streak. Но это нормально вообще? Нет, это точно не нормально. SD от Артстайла обычно у нас против серьезных команд умирает минимум по 12 раз. С двумя-тремя киллами и четырьмя ассистами максимум. Достает ли? Вроде бы достает. Вот для чего, собственно, и Каллинг Блейд был куплен. Ну, вытаскивай, вытаскивай. Дэнди, конечно, вытащить, ну, небольшой плюс. Но с другой стороны, Шейкер-то у нас стоит уже дать фиссуру. Ну-ка, суперкоманд, да и Пудж! Да Пудж твою! Иди сюда, Дэнди, давай фиссуру, чувак, тут тайминг нужен. Нужен тайминг, все по таймингу. Иди сюда, Дэнди. Не ожидал такого. Да кто ожидал вообще? Забрали квапу ровно секунду в секунду. Да я уже думал, что ПСМ тут наплужит. Нет, не наплужил, он ждал ровно нулевой секунды. И ПСМ забирает у нас, как приз, баунти руну. Идет на мидлейн. Бараш идет отсюда нахрен. Уйди. Дай поформить парня. Ну, поставили Фаника у нас уже на мид. Или Фанник просто решил остаться? Да, скорее всего, Фаника на мид поставили. Пробустили его на танго. Есть аутшилд и... Только не говорите мне эти сказочки, что ПСМ пошел стакать крипов на Пудже. Вы его брали ради чего? Ради ФБ? ПСМ просто пошел получать, я смотрю, от крипов. А как? Как это делать? На 54 секунде надо ПСМ. На 54-й пошел драться с Санейко. Слушайте, парень просто не понимает, что происходит. Он в полном вообще афиге от того, что случилось. То есть, по сути, игра-то уже ела с Абмарин выиграна. Да, если даже нави додавят и снесут трон. Игра выиграна. Пудж на ФБ забирает у нас Квапу. Выигрывает эту катку, если и не по факту, то как минимум морально. И там я представляю глаза Дэнди. Дэнди слили на ФБ на нулевой секунде. Все это благодаря хукшоту... О, хукшоту, хуку от Пуджа. Ну, жесть же. Конечно, жесть. ПСМ. Ловит у нас Артстайл. Артстайл притягивает. Пошел у нас Варкрай от Мипошки. По Артстайлу наваливают. Должны Артстайл разбирать. Мипошка на лоу КП Артстайл отъедается. А вот Дэнди может здесь наполучать. Нет, Дэнди в итоге у нас выходит. Из файта отхиливается. Ну и не сработало. Не сработало, хотя должно было, по идее, работать. Фиссура от Шейкера. Хук от Пуджа. Куча вони. Сюда же Свен должен идеально был заходить. Ну, тут, конечно, Нави немножко потрепают игроки команды Ело Сабмарин. Как минимум на ранних этапах. А Хвост в это время фармит сложную линию против Дэйла. Ну и Дэйл с Айншелом должен Хвоста-то, в принципе, наказывать. Хвосту и агрить на себя крипов уже неприятно. Ну ладно, будем верить, надеяться. Ело Сабмарин мои фавориты. Нави выигрывают по голде 500. Ну и что? И 400 выигрывают по экспириенсу. ПСМ отправляется на нижний лайн. Здесь у нас уже Визерша от Санейка. Кстати, может и подстрять Визерша от Санейка. Тягает ПСМ вроде неплохо. Два хука, оба точные. 1-1 счет на данный момент. Три минуты сыграны. Так, Дэйла у нас будут, скорее всего, забирать. Где ты? Где ты? Вот он, ПСМ. ПСМ на крипах. Там твоего тиммейта убивают. Нет, ПСМу пофиг. Слушайте, такое ощущение, что парень, ну... Не знаю, ну... Случай... Или случайно зашел поиграть и... Или какие-то вообще свои виды были на эту игру. Вообще неясно, что происходит. То есть он не сейвит тиммейта. То ли не палится, то ли просто... Тут второй можно отвод сделать. Ну, а можно и не сделать. Возвращается у нас сыр. Третий левел есть у ПСМ. А так проседает по ХП там Шейкер. И вместе с ним еще и... Драгон Найт тоже просил по ХП. Бараш против Фанника, конечно, неудачное. Противостояние Фаннику легче гораздо здесь. Благодаря пиле. Тут, конечно, против ДК Милишного стоять вообще не вопрос. Поджигает хвоста у нас... Поджигает, точнее, Бараша у нас хвост. Будет что-то? Не будет? А ну-ка, ПСМ! А ну-ка! Санейка притягивает. Айон Шелл на нем. Ну и Санейка, скорее всего, здесь умирает. Умирает Санейка. Дарк Сирр зарабатывает фраг. 2-2 становится счет. Хукшот от Йелло Сабмарин точный. И спасибо им за это. Если не выиграют, то хоть порадуют. Драгонайт на мид лейне. Долго не простоял. Пришлось смещаться на собственный фонтан. Перемещается ПСМ у нас на топ лейн. Ну-ка, Хукшот! Да что ж ты, Манга, раньше живи! Ну здесь просто неопытность какая-то от команды Йелло Сабмарин наблюдается. А должны были забирать. Фиссура от Фервиана была точная. И попасть с Хуком, понятное дело, что вообще не проблема была. Да и Хук нормальный рейндж имеет. Будут пытаться ловить квапун. Тут через Фиссуру все это должно делаться. Точно так же, как это было на топ руне. Притянули у нас Дэнди. Фиссура где? Все по таймингу. Дэнди умирает. Пудж забирает первый для себя фраг. У него два ассиста. Он в каждом файте участвует. ПСМ очень, даже очень. Круть! Вот это круть! Нави, правда, по золоту выигрывает. Две тысячи. По экспириенсу более тысячи. Но это ничего. Это все пройдет. Это все временное и напускное. Бараш начинает стреливать по фанику. Ходит по пиле. И как-то не очень у Бараша получается жить во время пилы. И Дэнди перемещается на мидлейн. Надоел ему этот Пудж. Дэнди пришел на мидлейн. Где наш ПСМ? ПСМ сам на мидлейне. Не тянет Дэнди. Отменяет Хук. Не достает. У тренжи просто не хватило куджу. По идее, надо бы об этом знать. Тем более, что есть станы. Теперь пудж у нас уже как бы и не кстати здесь с Дэнди. У Дэнди нет. У Дэнди вообще ничего нет. Команда Yellow Submarine вот этим пуджом просто издевается над Нави. 4-3 счет. В каждом... Да, я все хукшот, хукшот. Да, извините. Привык просто. У нас пудж не так часто. А хукшоты от... От Клокверка у нас чуть ли не в каждой игре. Ну, тоже как шот, в принципе. В пуджа такие шот вылетают. Реально выстрелы серьезные. Обратите внимание. Только один хук неточный от пуджа. И фаника будут пытаться поймать. И можно поймать. Главное дать стан. Тут уже крюком не промажет у нас ПСМ. Но видно, что данная комба рабочая. Где-то, наверное, папчики катали, выигрывали Yellow Submarine. А может и не папчики. Я так не особенно за творчеством. В данном случае, действительно, творчество этой группы. Этой команды наблюдал. Так, взрабш он у нас пошел в Дейла. Агрит на себя Дейла. Пошел стан у нас от Мепошки. Тяни арт стайла, ПСМ. Не тяни хвоста. Нафиг он не нужен. Тяни арт стайла. Ой, не знает ПСМ, что делать. Переагри хотя бы Тауэр ПСМ. Просто как маленький ребенок. Туда, обратно. Ударился головой об угол стола. Упал, поднялся опять. Ворона его подняла. Начала уносить куда-то на дерево. Ну, конечно, тут ПСМ растерялся. Видно. Недостаток некий, конечно. Или нервы. Непонятно. Либо недостаток опыта. Но понятно, что там опыта гораздо побольше, чем у меня. Я вообще тут в панике был в этом матче. Да, ПСМ, конечно, отыгрывает на урань. Есть фейлы, безусловно. Но куда без них? Играешь против нави. Играешь пуджом против нави. Хвоста тянуть нельзя. Это мой тебе личный совет. Дорогой ПСМ. Агрит на себя у нас мипошку. Хвост. Арт стайла могут и забрать. Кстати, нет. ПСМ не должен забирать арт стайла. Потому что здесь атакса просто огребет. Ну вот. И не знает, что делать. Вы понимаете? Постоянно фейлы. Фейл на фейле не отживут. И Хукшот сейчас заберет у нас... Уи... Забрал. Забрал на себя акса. Ну тут, я же говорю, тут лишнее себе позволяет. Хук, понятное дело, что должен был быть такой, который... Который убьет наверняка акса. Который количеством дэмэджа акса уничтожит. Дэнди ловят. Два Айншела. И Дэнди-то умрет здесь. Умирает Дэнди. Пила от фаника. Не точно. 7-6 счет. Дэйл начинает нарезать по фанику. Стан. Два Айншела. Минус фаник. Фервиант просто у нас с ума сходит. И... Эхо с лэмом добивает третьего игрока команды... Четвертого игрока команды нави в этом файте. 1800. 1900. Йелл Сабарин по золоту. 2400 по экспе. Так сильно нави давно у нас не наказывали. Просто задница вообще. Ай. Это будет... Это просто эпика будет. Если вдруг ничья для нави в данном матче реально решающая... Я не знаю, пусть ситуации вообще в... Попадет, не попадет, не попадет. А вот Санейка можно поймать. Санейка притягивает на себя. Пошел в разрыв Санейка. Санейка умирает. Да, ПСМ тоже тут скорее всего сольется. Но еще ничего так. Через Айншелл настрелял. 9-7. Келлинг спри для Дейла. На лоу хп здесь мипошка. Это потому что он фармил крипов. Пока там идет развлечение всей команды нави. В это время Свен должен фармить. И тут кроме шуток... Дела совсем не шуточные. Оборот принимает. То есть комбата работает. Нави умирают. Умирают чаще, чем убивают. И в это время у Свена есть какой-то задел вообще по фарму. Он должен просто фармить, фармить, фармить. То есть вышел, убили, вернулся в лес или вернулся на линию. Или что-то делать. Так можно и выиграть. Так можно дошутиться до того, что ты оторвешь у Нави лицо. И Нави 1-1 закончит этот матч. Так вот, я же говорю, если для Нави этот матч будет последним на Интернешнл. Если они зарабатывают ничью в данной игре. И 7 поинтов точно так же Лондон Конспирейси получают. И Лондон Конспирейси у нас по личной встрече обгоняют Нави и выходят из квалов. То я думаю, что для Нави это будет самый эпичный и самый жуткий из возможных окончаний. Дэнди против Бараша. Пошел Стана. Где ПСМ? Где ты? ПСМ у нас на нижний лайн уже прилетает. Дэнди вот застрял. Иди сюда, Дэнди! Ух! Просто издевательство. Пуч забирает Дэнди. Дэнди... Просто вдумайтесь. Пуч забирает Дэнди. То есть слово Дэнди, слово Пуч вообще неразрывно. Напротив слова Пуч в какой-нибудь википедии дотовской фотография Дэнди стоит. На секундочку. Тут ПСМ. Он просто наказывает Дэнди. Но он... Стоп! Фаник, иди сюда! Съедай Фаника! И никуда Фанику отсюда не деться. И 12-9 счет. И кто-то еще решил прилететь сюда. Аааа! 12-9. 12-я минута. 12-9. Такого матча, конечно, я ждал всей европейской квалификации. Лучше этого уже точно ничего не будет. Хвост решил ворваться. Так, где ПСМ? МПСМ, тяни вот зелененького. Притягивает к себе Квапу и начинает... Нет, не подъедает Дэнди. Кстати, не подъедает. Два человека из команды Yellow Submarine подфидели. Ак забирает Шейкера и забирает Дарксира. И Пуджу тоже досталось. Только потому, что... Потому, что Тима не тащит. Ну и... Ай, не повезло, как в этом файте у нас с Веном. Ну и Бараш туда прилетел. Зачем? Непонятно. И убивает Бараш или не убивает. Нет, не убивает. Санэка перепризывает заново. Фамильяров у нас. Счет становится 13-12. Нави выигрывает. Ну, эту катку, конечно, фантастика. Просто поможет команде Yellow Submarine затащить. Но если затащит... Это будет просто... Конец вообще. Выигрывали Yellow Submarine по голде 800. Сейчас более 1000 проигрывают. И по экспириенсу Нави 3000 выигрывали. Ой, точнее, 3000 выигрывают на данный момент. Ну, где-то до показателя в 500. Yellow Submarine допудживали. АПСМ сам себе вардит. Сам себе пространство для фарма зарабатывает. Сам себе режиссер вообще. Видят же фаника. Правильно я понимаю? ПСМ... Нет, не точно. От пуджа на всякий случай бросил хук. Думал, может фаника поймают. Фанник отсюда уходит. И тауэр команды Yellow Submarine спушивает. Будет ли сюда кто-то лететь? Это неизвестно еще. Но может и прилететь. Фанник пилу запускает у нас в Дейва. И достается еще и Мипошке. Ветером здесь команда Yellow Submarine. Они не расстаются друг с другом. А Фанник тут проел все деревья и просто ушел. Ну его нахрен, решил Фанник. Уже наотхватывался. Дэнди в это время вместе с Санейка пушит Т1. Но как же это скучно. Бараш под Айншелом, под Сюджом. Ну так, просто прошелся, посмотрел. Пофармил и ушел отсюда. Давайте по Нетворцу глянем. Первое место Хвост. Красавчик. На Аксе стоит на фрифарме. Фармит. Пока у нас пудж ходит здесь. По карте тягает всю команду Нави. Хвост фармит. Ну не скукотища лет. И это... Не узнаю вообще хвоста. У Акса появляется Даггер. И Мека появляется в это время у Дарксира. Дейл на Фанника. Фанник у нас ловит стан. И стяжка пошла по Фаннику. Фанник в таверну. 13-13. В это время Артстайл у нас на мидлейне разваливается. Фервиан. Один стан. Второй стан. Эхо-стэм от Фервиана. Сюда кто-то оранжевый летит. Это Дейл. У него есть стена, но нет стяжки. Ну и подрались один. Один в один. Игроки команды Елл Сабмарин и Нави. Счет становится 14-14. Здесь с плюсами для Елл Сабмарин 100%. Так, ПСМ. 3-4-8. В 11 фрагах принимал участие ПСМ. В нескольких не принимал, потому что умер до этого. Что, готов ли врываться у нас ПСМ? Должен быть готовым. Кстати, на даггер, скорее всего, фармит у нас Пудж. Это мобильность. Добавит и позволит врываться, есть, а потом уже хукать. Всех, кто будет у нас упрыгивать. Класс. Я представляю, как Дэнди сейчас хотел бы в команду Елл Сабмарин. Как они ему сильно нравятся. Просто бросай все и переходи за Елл Сабмарин и отправляй кому-нибудь... Ну, например, Бараша отправляй в Нави. Так, поймали у нас Мепошку. Мепошку развалят. Без вопросов. Мепошка в собственном лесу уже не в безопасности. Ну, закончился экшен у нас от ПСМа. И вместе с этим игра команды Елл Сабмарин становится неинтересной и проигрышной в связи с этим. Солар Квест появляется у нас у Санэйка. Ну, Нави по стандартной классической схеме. Они тут, понятное дело, что хотели... Хотят очень выйти на лан-финал Интернешнл. Им нельзя проигрывать. Все это понятно. Ну и скучно. Очень скучно. А с другой стороны, кто знал, что пятым пиком ПСМу заберут вот этого паренька? Барабаны провязали игроки команды Елл Сабмарин. Притягивает у нас Фанника Пуч. Ну и Фанник в таверну. ПСМ на лоу ХП. Дэнди ловит стану. Дэнди с Соник Вейв через 4 секунды. ПСМ, не беги за ним. Это просто конец как бы игры. Нельзя ПСМу вообще подставляться. Не тяни никого. Беги сам. Ну не стой ты там. Ну как же долго у нас ПСМ стоит. Он маленький еще. Он не понимает. Не понимает. И Дэнди цепляет у нас ПСМ. Хукшот по Дэнди. Попытался еще и прикусить его. Разочек куснул. На этом все закончилось. Дэнди вместе с Сонейка убивают беднягу Пуджачу. Становится 15-18. Нави выигрывает 1000 золота. И по экспириенсу выигрывают более 5000. Ну графики здесь реально ничего вообще не значит. От них толку никакого не в этом фан. А Нави Рошан оформят. Нави покупают себе всякие вспомогательные артефакты. Вот например Солар Крест Визаж покупает. А Хвост по классике идет у нас с Вангвардом, Даггером и Форстафом скорее всего. Класс. Как интересно выглядит Нави. Бараш у нас вообще не идет туда, где нет пилы. Такое ощущение, что у него специально какая-то мания конкретно на пилу наступать. Хук, точнее у нас по Сонейка. Вот Пуджа разваливается Сонейка. Ну и ПСМ скорее всего тоже здесь умрет. Лучше Дэнайся. Нет, Дэнди будут забирать. Дэнди забирают. Два Эншела забирают Эггис у нас у Дэнди. Дэнайся Пудж. Байбэкайся. Красавчик. Нет, Пудж не байбэкайся. У него нет денег. Да, правильно понимаю. Да, нет денег на байбэк. Но здесь стена достаточно неплохая. Двоих потеряли игроки команды Yellow Submarine. И под ультой Свен за Дэнди. Агрит на себя его хвост. Ну и здесь у Свена нет БКБ. Зато есть даггер у Свена. Ну что за ерунда, а? Келлинг спри от Дэнди. Нашелся мне убийца. Барабаны, кстати, у Дэнди. Тут немножко ахинеи решил. И со своей стороны подбросить Дэнди. Слушайте, а комбатор на самом деле рабочий. То есть трипла вот это Свен плюс Шейкер плюс Пудж. Очень даже рабочая. И она гораздо лучше, чем, например, Shadow Demon и Кунка, скажем. И Инвокер. Она хотя бы фан какой-то имеет. То есть по таймингу ты реально секунд шесть держишь человека в бессознании. Это стана Свена, две с копейками. Две семьдесят пять, да, по-моему? Две. Это Фессура. Одна семьдесят пять. И Хукшот пока летит. Там еще, когда готов уже Дизмембер будет от Пуджа. Там еще и дольше. Ну, комба действительно рабочая. Правда, проблема в том, что играет против вас обычно не один человек, а порядка пяти человек. Ну, это уже все мелочи. Это все уже для занук. Для Нави, например. Мипошка с Даггером. Врывается Мипошка на Хвоста. Хвоста будут пытаться разорвать достаточно быстро. Хук пошел у нас от Пуджа. Так, жри ты его. Пудж у нас не произошел. И, кстати, Даггер есть у Хвоста. И Хвост выпрыгивает. Ну, как не стыдно, а Хвост. Пацаны старались. Хвост в деревья. Хвоста Даггер. Через секунду увидели Хвоста. Агрит на себя он Фервиана. Хвоста должны забирать. Так долго на самом деле. Тут Хвоста убивают. Пудж начинает под Блэйд Мейлом у нас бегать. Пошел у нас под килл от Дарк Сира. За ПСМом гонятся у нас Фамильяры. Неужели догрызут? Догрызают. Визаж забирает у нас Пуджа. Ну и в это время Нави втроем у нас здесь сгорают. Забирают троих игроки команды Yellow Submarine. Пока Нави ориентируются на то, чтобы по-быстрому развалить Пуджа. Их втроем разваливают. Убивают Фаннику, убивают Хвоста и убивают Визажа. Две триста зарабатывают в этом файте Yellow Submarine и четыре пятьсот по экспе. Ну отыгрывают до двух с половиной по голде и по экспириенсу. Пусть семьсот пятьдесят, это у Пуджа еще нет, а у Пуджа вообще ничего нет. ХП бы больше Пуджу, было бы великолепно. Артстай ловит у нас стан. Фервиант, пошла у нас фиссура, Артстай растянули, развалили Артстай. Минус четыре от Yellow Submarine. Так можно играть. Ух, класс какой, а? Кто б знал, что так ярко все будет. А Хвост пошел Лиса фармить. Хвост испуган, Хвост фармит Лиса. Он не ожидал, что такое может быть. Так, у Мипошки есть даггер, а Мипошки надо БКБ, а не даггер. На самом деле, я более чем уверен, без БКБ Свен не алло. БКБ и Мом. Что еще, в принципе, думать? Еще Блэйд Мэйл бы собрал, Акс вообще великолепно было бы. Угу. Что, Нави? Ой, Нави, точнее не Нави, а... Да уже невозможно, кстати, при наличии Пуджа, не Нави называть команду. Yellow Submarine. Под смоком во вражеский лес никого здесь не нашли. И это, в принципе, может даже и их счастье. У Фаника тем временем появляется Бладстоун. Стоит ПСМ у нас, и видят ли его? Нет, его не видят. И давайте смотреть глазами Нави, что с ними сейчас будет. Хвост готов орваться, как я понимаю. Вижена, правда, нет. Ну и ПСМ не видит хвоста. Не видит. Крипов здесь видно, а хвоста не видно. Надо просто подождать, когда подойдет кто-то ближе. Вот Artstyle проходит. ПСМ опять же не видит его. Акса за временем перемещается у нас на Эншентов. Красота какая. Есть Транквил Буци. Есть Блэйд Муэл для ПСМа. У Дейла есть Мека. Есть Аркан Буци. Дарк Сиру надо... Наверное, Даггер я не знаю. Я даже не знаю, что по этой игре. Даггер. Горшок с тюльпанами. Непонятно, что здесь покупать. То есть такая самозбродная вещь. Я просто отдаюсь в руки вообще команды Yellow Submarine. Пусть покупают, что хотят. Просто буду озвучивать. Какие-то догадки по этому поводу строить это... Извините. Кто я такой? Тут абсолютно новая у нас Авангард Дота. Поэтому... Чего по этому поводу говорить не буду. Боттл есть. Пауэр Трэдс. Огр Клаб. И Драма Фендеренс для Драгонайт. Драгонайт собирается в БКБ. Со стороны команды Na'Vi. Shadow Blade готовится купить себе Санейка. Собрался в Инвиз уходить. Дэнди в Вейл оф Дискорд приобрел себе. Арт стайл у нас с Глимер Кейпом. Дэнди не идет в дэмэдж. Дэмэдж у нас идет... Никто не идет. Кстати, Фанник просто в ману здесь идет. Приобретает... Ну и вообще в статы. Приобретает себе Бладстоун. Хвост. Кто это там такой забавный? У Хвоста есть Даггер. У Хвоста есть Форстав. У него есть Огр Клаб уже. Скорее всего в БКБ готовится выйти. Ну и Ван Гвард с ПТ-шкой. Давайте смотреть на Хвоста глазами 30-теры Топса. Древнего Громоящера. Вот так он видит Хвоста. Да, ЕС это русская тима. Из России. Все, вернулся у нас Мипошка. С интернетом все вроде как нормально. Но Санейка бы здесь вытащить. Было бы великолепно. Но для этого ворды необходимы команде Йелло Сабмарин. На данный момент у них Вижена... Давайте посмотрим. Ну, есть на медлэйне Вижена. И все, на этом все закончилось. Они сейчас понятия не имеют, где находится Нави. Нави будут заходить на Рошана. И тоже понятия не будут иметь игроки команды Йелло Сабмарин. А Нави здесь, я уверен, смоками обзавелись. Чтобы как-то в инвизе зайти на Роху под смоком. Так, Фервиан. Опять жмёт на паузу. Опять у нас вырубается Мипошка. Так, а что там, кстати, у ПСМа... ...пошматил? Штаны рарные за 40 гривен. Руки. Имморталовский Хук. Залетает на 5 с плюсом Мистическая Маска. Камон, камон. Мистикл. Камон. И рарная дубина. Нормально. Партефактам всё хорошо. ПСМ перемещается на топ-лейн. Возможно подфармить, а может быть думает, что кого-то здесь найдёт. Тоже как вариант. Ну что, Нави в это время по нижнему лайну. Появляется на карте Хвост. Теперь знают об этом игроки команды Yellow Submarine. Недалеко от него Санейка. Недалеко от него Дэнди. Дэнди тоже появился. Ну, знают игроки команды Yellow Submarine. Где их соперники, видите, по карте. Да, сейчас не видно, но... В принципе, Нави нас не стесняется. Нави просто идут на Т2. А в это время команда Yellow Submarine тоже идёт на Т2. Бараш юзает у нас Драгонформу, чтобы побыстрее сносить крипов. Крипы у нас погибают. Ну и под Т2. Все под Т2. Прыгают у нас на... Дарк Сира. Дарк Сир встряёт. И фиссура от Шейкера вообще неудачно получилась. То есть она вроде как подзакрыла. А вроде и не подзакрыла. Ну что, ПСМ будет ли тянуть у нас? Да кого ж ты тянешь, ПСМ? Да что ж ты за человек-то такой? Ну как можно было не договориться изначально? Я так и не понял. ПСМ пошёл у нас драться с Артстайлом. Ульта есть от Свена. Свен готов врываться. Ну так врывайся. Стан пошёл по фанику. И Свен засловился здесь на пиле. Ну здесь просто не доигрывает. Ес, они просто не понимают, что от них я хочу в частности. Что не так... Непонятно, что не так творится. Они не доигрывают элементарно. То есть сейчас бы их посадить, показать реплей. Они бы сказали, ё-моё, тут же надо было. Да куда ж ты, Хук? Да что ж ты за... Как да ё... Ну и вот, короче говоря, разобрались бы в чём дело. Понятное дело, что здесь всё они прекрасно понимают. Может быть неопытность, может ещё что-то. Поэтому и фейлы такие проскакивают. Но они продержались дольше, чем в прошлом матче. В прошлом матче 15 минут закончилась игра. Закончилась со счётом 2.19. Теперь 20.26. И игра, в общем-то, очень даже ровненькая. На 25-й минуте 6 тысяч нави. 7. И по экспириенсу 10 тысяч тоже нави. Ну так они реально формят. Они собирают реальные вещи. То есть настоящие, которые в доте работают. В это время у нас... В это время у нас Пудж под Солор Крестом разваливается от Фамильяр. Сели Фамильяры, плюнули в Пуджа. Санейка в Солор развалил у нас Пуджа. ТП-ау делает Санейка. 2 ТП сюда. Одно отменилось, второе не отменилось. Мдаааа. Вот это я понимаю. Если б не фит от команды Yellow Submarine, то проблем было бы гораздо меньше. Они классно и взяли пик. Этот пик функциональный, рабочий. Акс у нас, инвизи. Драгон форма от бараш. Поймали Дэнди. Дэнди забрали. Хвост не знает вообще, врываться ему или не врываться. Пик-то жирноватый. Так, куда у нас делся Свен? Свен пошел на мидлейн. Просто будет сносить мидлейн. Ну, Свена тут с руки 300. Еще будет действовать секунд 15. Ну и... Свену надо БКБ, он это понимает. Медвилл Хаммер приобитает себе мипошка. Потому что, когда тебя, например, шадоу демон убивает, ну это просто смешно. Или фаник, пилой своей, чакрамами и прочей ерундой. Не, а чистый. Магический. И здесь чистый. Да, конечно, БКБ не сработает. Ну, замедление хотя бы не будет работать. Это главный плюс, в принципе, для мипошки. Его главная беда в том, что он... Так, стан пошел у нас по хвосту. Будут наваливать по хвосту. Еще один стан. Хвост, если заагрит на себя, здесь и останется. Хвост не успевает заагрить на себя. ПСМ вытаскивает у нас мипошку. Просто говорит, иди сюда. И пусть пацаны разбираются. Вытащил своего тиммейта. Хотел, правда, забрать аксер. Тысячу голды заработала команда Елл Сабмарин. Больше всех поднимает. Здесь шейкер. 492. Еще становится 22, 27. И они идут пушить у нас нижний лайн. И могут себе позволить. Без акса непонятно, кто будет драться. Фаник у нас сгорит под Свеном. Контроль есть. Фиссура пошла у нас от Фивиана. Отстайл уходит в инвиз. Его счастье, в принципе. Бараш забирает на себя крипов. В это время команда Елл Сабмарин дамажит тавер. Свен провязал ульту, просто чтобы забрать тавер. И у него, в принципе, получается. Правда, ДК забирает себе тавер. Ну и ждут, когда пуш у нас кого-то вытащит. А что с новями в это время? С новями в это время хаос просто творится. Это просто хаос. Фаник 15... 15-й левел имеет на данный момент. У Драгон Найта 14. У Свена 13. Тут, конечно, по Нетворцу. По опыту. Команда Нави Артстайла. Притягивает пуш. Начинает его жрать. И с Дизрапшен Артстайл не... Ой, спрятался в Дизрапшен Артстайл. И вниз его. Хорошо, что хоть не бросило. Но здесь Чакрам пошел у нас в ПСМ. А ПСМ живет. Хвост агрит на себя ПСМ. Разваливает ПСМ достаточно быстро. В это время у нас минус 3 делает команда Елл Сабмарин. Под стенку стянули всех. И будут дальше гнаться за Аксом. Убегает у нас Акс. Хвост. Поджав хвост. Просто валит отсюда. Он не знает, что делать. Они просто чокнутые ребята эти. Елл Сабмарин 25-28. Они, как я не знаю, как бешеный тип с ножом. Вроде на ногах не держатся. Но подходить к нему очень опасно. 5000 по голде Нави выигрывают. Сейчас по экспириенсу 8000. Ну, для Ел Сабмарин. Ел Сабмарин, еще раз повторю, это игра престижа. Они уже ничего здесь особенно не решают шансов выйти вперед. У них, по-моему, никаких. У них сейчас 4. А нет, подождите. У них есть шансы выйти. А почему я вдруг считал, что у них нет шансов выйти? У них есть шансы выйти. Они сейчас наказывают Нави. У Нави остается 6 очков. У Елл Сабмарин становится 7 очков. А там Лондон Конспиреси пусть еще рыгает против Веги. Или против... Да, против Веги. У Елл Сабмарин есть шансы? А, нет. Да, точно. Они первую катку слили. Все, гоню. Гоню, гоню, гоню. Простите. Да, Елл Сабмарин здесь могут просто 1 поинт забрать у Нави. У Нави будет 7 очков. У Елл Сабмарин станет 5 очков. А вот Лондон Конспиреси. Вместе с Вега Сквадрон. Нави подломать могут. Вега, например, не может. А Лондон Конспиреси могут. Потому что по личной встрече они Нави наказали 2-0. Там либо переигровка, либо что-то еще. Вегу-то Нави, понятное дело, что наказали. Тут для ЕС просто игра престижа, по сути. Хвост пошел в леса фармить БКБ. Какой серьезный. 25-28 счет. Ну что, мипошка с БКБ уже. Все, в принципе, несет себе данный артефакт. Надо побыстрее это сделать. Ну и надо навязывать файт. Есть БКБ для Свена. У Свена 15-й левел. Дани 16-й, но тоже 2-я ульта неплохо. ПСМ бьется у нас об Рошана и сразу же теряет почву под ногами. Моментальный стан от Рохи первым же ударом. Вот это проперло Рошана у нас. Е-е-е-е! Пацан вообще знает, что его хозяева творят. Да обманал он этих хозяев. Он обычный гриб, который летает на метле. О чем тут вообще? О чем можно переживать? У Пуджа есть 960 по голде. Сёрдж от Бараша. Заходит на... На Бараша, точнее. Бараш заходит у нас на хайграунд. Здесь не самый удачный мув, конечно, от команды Йоу Сабмарин. Ну и что? Пудж вытаскивает у нас иллюзию Дейла. Иллюзия Дейла пошла наваливать по всем. На лоу ХП здесь Дэнди. Месиво просто колоссальное. Хвост на лоу ХП. Начинает наваливать здесь Мипошка. Пуджа развалили. Мипошка прыгает за Фаником. Стан пошел по Фанику. Темперчейн от Фаника также и ульта от Хвоста. 3 в 0 дерется... 3 в 1, точнее, дерется Нави. Ну и дальше у нас за Фервианом. Почему? ЕС решили заходить на вражеский ХГ. На что вообще здесь можно было рассчитывать? Какого хрена? Они зашли на хайграунд. Да, у них был Вижен. Ну и что? Что у них был Вижен? Зачем? Позиция неудобная. Просто неудобная. Через узкий проход надо проходить. Здесь с каждой сторон в тебя стреляют. А вам всем вместе надо через узкий проход подходить к Аксу. У которого есть БКБ, у которого есть Вангвард. Здесь, посмотрите, здесь уже Визедж у нас приобретает Сильвер Эдж. Есть Солар Крест. Ну, конечно, поплыть здесь с Елу Субмарин несложно. Они по голде проигрывают 6000 по экспириенсу, 10 почти. Ну и Роха падает для Субмарин. Свен может затащить. Это факт. Это факт. Соберите просто всех вместе. Правда, удерживать нечем. Ну, станут Свена разрушить. Дейл стягивает назад на нас в хвостах. Хвост себя форстафает. И Дейл дальше прыгает за хвостом. Кстати, Мистик Став уже есть. И Шива Сгвард для Дейла. В Инвизе здесь Визедж. Бараш за Дэнди. Дэнди в Глиммер Кейп выходит. Санейка уходит в другую сторону. Видят ПСМа. Все-всех видят. Вот здесь с огнем играет команда Елла Сабмарин на самом деле. Нави их растянули по всей карте. И за счет собственной мобильности, за счет Timber Soul, за счет Акса с Даггером, за счет Блинка Агмин оф Пейн и Инвиза. Визедж можно, в принципе, Нави позиционно наказать своих оппонентов. И ЕСам не надо забывать, против кого они играют. Они играют против одного из крутейших коллективов вообще за всю историю Доты. Так, что у нас у ДК? У ДК 16 левел есть. И что? И он в панике не прокачал третью форму? Не нужен синий Дракон ДК, правильно понимаю? Мда. Сила Дракона, барашу, не нужна. Какая-то реклама после 12 часов ночи. Попробую силу Дракона. Потому что Нави выигрывают 10 тысяч по золоту, а не по экспириенсу. Побеждают на 13 тысяч своих оппонентов. Но здесь нужен камбэк от команды ЕС. Камба, в принципе, рабочая. Очень даже. То есть Дейлу надо всех стянуть под молоток Свена. А Свену надо под БКБ всех, в принципе, развалить. Очень-очень простая схема. У Свена сейчас еще нет 16 левела. Дейл подставляется. Ну куда же ты, Дейл, полез? Хук пошел у нас от ПСМа. Зачем и кого, непонятно. Ну просто на всякий случай. Хотя бы не умер Свен. Это тоже плюс. Хвост ведь будет запрыгивать на хайграунд. Мипошка уходит у нас. Стан пошел от Мипошки. Начинает наваливать по птицам. Фиссура у нас пошла от Шейкера. Лишь бы не ворвался на Свена. Свен здесь, конечно, по ХП просел дико. И Свену нефиг вообще делать. Свену надо заработать 16 левел. Он должен здесь подходить. Да задувай, Бараш. Все, Свена есть 16 левел. И у Бараша почти есть 17. Но Бараш у нас, кстати, красной формы дракон. Может быть, просто по тупости не вкачал или мискликнул. И не смог прокачать необходимый скилл во время файта. ПСМ на Санэйка. Кстати, огребает-то очень плотно ПСМ. Еще раз он выходит на Санэйка. Хук пошел по Санэйка. Фервиан, эхо с темпу Санэйка. Та темпу. Нему же еще один удар. Санэйка умрет. Только дать бы этот удар. Через 5 секунд будет... Ой, как Санэйка классно кайтит. Всех и вся. И Санэйка даблкил против Шейкера. Против Пуджа. Просто на уровне переиграл на классе своих оппонентов. Фанник. БКБ провязал. Фанник у нас через тимберчейн уходит. За ним побежал Свен. У Свена через секунду будет даггер. Фанник залетает на хайграунд у Свена. Секунда до даггера. Прыгает Свен. Не туда прыгает. И Дейл. Стяжка по Фаннику тоже не туда. Через тимберчейн Фанник у нас уходит. У Фанника 9 зарядов. И все летят вниз. Йелл Сабмарин, если бы не Фиделит, цены бы им. Стан пошел по хвосту. 2 Айншелла. Дейл, подойди поближе. Что думать даже. Бараш у нас пришел хвосту наваливать. Бараш опять у нас юзает Драгонформу. При том, что не вкачал Драгонформу 3 левела. И опять он в красной Драгонформе. Почти 17 левела. Да подойди ты и юзни нормальный скилл. Да прокачай. Все, прокачал. Ну, сам-то по факту еще 100 секунд будет бегать в красной форме. Точнее, в ней не 100 секунд, а меньше. Ну и до синей формы 100 секунд. Из этих фейлов складывается поражение обычно. Ну и ЕСы уже поняли, что никто с ними играться не будет. Тут Визэдж в соло развалил сначала Пуджа, потом развалил... Сначала развалил Пуджа, потом развалил Шейкера. Все потратили у нас ульту. Пудж потратил он Дизмембер. Эхо Слэм Фервиан потратил. Теперь у него нет Эхо Слэма. И все на одного Санэка, который двоих убил. Охренеть можно. Что тут у Визэджа? У Визэджа пятое место по Нетворсу. Он опережает Дарксира. У Санэка есть Солар Крест, у него есть Сильвер Эдж и Хиппер Стоун, который позже превратится в Керасу для Санэка. Санэка вообще посерьезно решил идти. Игры закончились. Санэка у нас слишком устал от этого матча. У Артстайла Глимер Кейп, Ставфу Физодри больше ничего. Появляется для ДК Ассалт Керас. Нави готовы, в принципе, подниматься на хайграунд. Как я понимаю, 39-я минута у нас идет. Очень даже классные у Нави герои. Я говорю про Свена, я говорю про Драгон Найт, которые в лейте на самом деле месят просто как дурные. Сплэш у каждого. Драки для них, в принципе, дело обязательное. Дефа много через Варкрай, еще больше. Тут Физдэмэджем не пробьешь, а БКБшки не дают Мэджик дэмэджем пробить. Поэтому, конечно, ДК плюс Свен это прям скала какая-то, об которую Нави придется биться. Бараш, только не встрять. Хорошо, что Арт Сайвы денег на даггер. Нет. Полетели игроки команды Yellow Submarine. На разные товары, а красавцы. Тут я вообще их за людей не считаю. Нет, мне кажется, несерьезно я не отношусь к ним так. Просто это немножко веселье. Ну что, ПСМ, ну и подставляются игроки команды Yellow Submarine под ПСМ. Они дают сделать нормальный хук. Фиссуру давай хук, сейчас нельзя фейлить, надо перестраховаться. Фиссура, потом хук. Фиссура, хук, куда ты даешь свои сраные хуки? Да подожди ты, ну нормально же, как люди общались в начале игры, все же было в порядке. Еще сейчас один хук на верочку дает ПСМ, притягивает Арт Стайл, и сюда же врывается хвост. Дисмембер прячет себя Арт Стайл. Арт Стайла развалили. Соник вейф от Квапы. Квапа в таверну. Хвост в таверну, Арт Стайл в таверну. Санейка побежал вместе с Фаником. Есть стан у бараша. Лови Санейка, лови Фаника, кого угодно лови. Фаник у нас ловит стан. В него же врывается мипошка, минус 4 делает команда Yellow Submarine. Санейка решил подраться здесь против шейкера. У него получилось. Правда в это время у нас скрипы уже по Т3 бьют. Т3 на вишнаму файт река. Покажи нам, что происходит. 3 800 выигрывает Yellow Submarine в этом файте. 9 900 выигрывает по экспириенсу. Графики подровняли. Наконец-то у нас бараш прокачал третий ульт. Наконец-то на 18 левеле. Молодец. Хук наконец-то зашел у Пуджа. Пудж молодец. Вытащил Арт Стайла. Еще до того, как Арт Стайл себя отправил в Дизрапшин. Уже там лоу ХП было. Поэтому Арт Стайл, понятное дело, что умирал. Меня немножко печалит здесь шейкер. Шейкер, который от птиц Визиджа у нас просто погибает. Но Санейка здесь в порядке. Вполне. У Санейка еще и Кираса прилетела. Посмотрите на количество дефа Санейка. 4 плюс 49. Чем пробивать? Пока не ясно. Ну, я думаю, что Пудж поймет. Ну и криты нужны Свену. Нужны криты. Нужен Мом. Кстати, у Свена-то. У Свена на секундочку 5200. Так что ты вообще ждешь? Иди купи себе миллион всего. Свену бы и Рапира здесь. А нет, Рапира не нужна или нужна? Нет, не нужна Рапира. Свену Тараска, Кираска. Всего по чуть-чуть. Пудж на хайграунд у нас запрыгнул. Куда ты? Вообще хвост. Выталкивает с себя хвост. Стяжка пошла у нас от Дейла. Зачем, если ты стенку не поставил, Дейл? Не поставил стенку, но при этом сделал стяжку. Что за... Я не знаю, как литературно это называется, но это просто идиотизм какой-то. Ну как ты? Ты не ставишь стенку, при этом умудряешься давать стяжку. Ну и как вы хотите побеждать этих навей? Ну, дисбаланс продолжается. Пудж продолжает наказывать Нави. Ну что, ПСМ немножко подуспокоился, но просто ждет, когда Нави будут заходить на хайграунд. Ну и если бы Йелл Сабмарин не фидили, то ПСМ, конечно, на пудже тут чудес бы натворил. Но я думаю, Нави надолго эту игру запомнит, даже если они ее выиграют, если все у них будет великолепно. Надеюсь, что у них все будет великолепно. Не хотелось бы, чтобы Нави заканчивали свой этап интернешнл на этом. Конечно, хочется, чтобы они дальше прошли. Я топлю тут просто как дурной за Йелл Сабмарин. Ой, Дэнди притягивает под фисурку. Фисура закрывает у нас крипов. Поэтому можно задуть, можно, в принципе, крипов убрать от тавора. Ну и Бараш переждает, ждет, когда у него появится Драгон Фор. БКБ у Бараша, если что, есть. Санейка самый жирный. У Санейка 44 дефа. Санейка уходит в инвиз под Сувор. Эдж. Фирвяна увидели. Ой, Фирвяна траблы здесь. Врыв пошел у нас от... А я даже не понял, от кого врыв. Врыв пошел у нас от Бараша. И очень поздно приходит Нейпошка. Санейка должен развалиться. Бей Санейка. Дизрапшн у нас по Санейка. Еще один удар. Живет у нас визаж. Визаж живет. И закончился у нас наконец-то визаж. На лоу ХП здесь Свен. У Свена закончился БКБ. Свен умирает. Если байбэк у Свена. У Свена... Нет байбэка. Тысячу не хватает Свену до байбэка. Здесь Нави просто на классе наказывают команду. Йелл Сабмарин. Пудж пришел. Готов драться. Без Аганима, так и без Аганима. Сам их рахито. Не тяни Санейка. Он очень больно бьет. Ну и Дейл у нас пришел сюда. Дейл готов тоже сражаться. Но одну линию потеряли игроки команды Йелл Сабмарин. Тоже не страшно. Да, тут под Т3 подпушили крипы в это время. И не критично. Не критично. Ой, ёй, ёй, ёй. Ну что, 15 с копейками Нави по золоту, 20 по экспириенсу. И нихрена здесь на самом деле еще не ясно. Как попрет. Там не доигрывает Йелл Сабмарин. Просто колоссально. Когда прыгает у нас Драгон Найт. Вместе, например, с Дарксиром. И всех собирает в кучу. В это время Свен у нас просто ковыряется в носу где-то далеко от всего этого файта. Он должен сразу же давать стан по всем. Потому что у него у единственного стан станет сразу же всех. Там уже бей-беги просто. Раздай один нормальный крит под Гад Стрэндж. И иди кури себе спокойно после игры. Ну что думать вообще? 20 тысяч по золоту Нави. 25 по экспириенсу. Тоже в пользу команды Натус Винцер. 4 тысячи... 4 тысячи пинку ПСМ. Красавчик. Отмазался. Или не у него? Слушай, он реально написал Дор. Типа дверь. На интернешнле можно так писать. Типа, пацаны, подождите, дверь открою. Или это троллинг? Ну, скорее всего, шутка, я думаю. Потому что потом у нас инфа прошла про лаги. Про пинк 4-х тысячный у Шейкера. Фервиан 8-7-9. Ничего так. Еще положительный кода у Драгонайта. 6-6-13-4-14 у нас ПСМ. Дарксир 5-9. И ми-пошка 8-7-13. Стороны Нави. 9-7-тимберсоу от Фаника. У меня, кстати, постоянно это хрень. Когда какие-то вещички появляются на Тимберсоу, все время они влазят в кадр. У Визаджа. 12 на 5. Тут Санейка, конечно, равных себе не знает. Нафармил так нафармил. У Квапы появляется Мьолнир. Уже готовый. У Драгонайта. Есть Саутки Расс. Есть Кристалис. ПТ. Драма Фендюранс. Ну и для Пуджа ничего вообще, в принципе, нет. Блейдмейл для ПСМ. Но у него 2400 хп и 14 дефа. Маловато. Очень маловато. Мьолнир для Дэнди. ПСМ пошел повардить. Знает, что Нави будет подходить. Поэтому надо получить Вижен. Сюда. А зачем? А зачем Сентри? Он видимости не дает никакой. Зачем Сентри? Я прошу прощения. Сентри видимости не дает, как бы, что это за... Вообще не ясно. Просто... Недоразобрался? Или как так вышло? Поставил Сентри на хайграунд. Класс. Ну вдруг. Вдруг. Всякое может быть. Может и заработает. Что, готовы игроки команды Нави зайти на хг. Вижена у команды Yellow Submarine 0. В принципе. Здесь в Сентри. Обсервов не стоит. Зато есть два Сентрика. А, нет. На Навиный Сентрик. 1-1-1 Сентрик. Очень далеко. Очень не нужно. Но если вдруг будет отходить, у нас команда Нави будут пытаться догнать. ПСМ. Готов, я так понимаю. Хук Шокарь. Как будто не попадает. Хук в никуда. Ну и Фесура здесь просто на время от Шейкера. Выиграл некоторое время для себя. Бараша подстопили. Бараш у нас под двумя пилами. Бараш юзает БКБ. Драгон форма. Где стяжка от Дарксира? Офигительная стяжка. Фанник на лохэпе. Фанник развалился. Минус Фанник. Хвоста должны тоже убивать хвост от БКБ. И нарезает ему по спине Мипошка. И два в два пока что файт. Четыре точнее. В два у нас файт. На лохэпе здесь Дэнди. Дэнди уходит Лиммеркей. Дэнди умирает. И Мипошка разваливает у нас еще и с Аннейкой. Артстайл решил уйти отсюда. Ну что? Это даблкил от кого? Это даблкил от Мипошки. Он за... За кого? За визажа получает 1056 голды. 1300 Дарксир получает за Дэнди. 390 за Пуджа. Все это понятно. Давайте файт рекап. Файт или я и пропустил его? Давайте посмотрим секунду. Вот файт рекап. 2790 зарабатывает Нави в этом файте. И 13200 ЕС точнее. И 13000 ЕС зарабатывают по экспириенсу. Наказали. Нафей нам подходим к хайграунду. 10 хп. Правда у Тавара осталось. Но Тавара дело такое относительное. Ну и смотрим что тут по Нетворцу. Кто у нас на каких местах. Мипошка постепенно догоняет Дэнди. У него есть 4700. Можно в принципе купить уже себе... Что-нибудь я не знаю. Ну Тараску например кстати мог бы Свен себе приобрести. Или Керасу. Или Мом. Или Сатаник. Сатаник. Вообще не умирал бы. Ну и Боттл продай. Но как-то несерьезно. Уже 50 минута сейчас начнется. Так у Шейкера появляется Гёст Септер. Против Птичек. У Дейла. Шивас Гвард есть. Ринг оф Хеллс. К Персику. Это готовится к... Красавчик. Бараш мимо проходил. Задул в крипов. Забрал всех крипов. Готовится у нас Дарксир. Купить себе Персиверс. Драгон Найт в свою очередь. Заработал на Керасу. Есть Кристалис. И по голде. 2.300 для Драгон Найта. Были бы деньги. Можно было сейчас бы уже покупать Дейдалус. Тут на байбек оставлять смысла никакого. Байбеков. В принципе быть не должно. ПСМ ждет того. Кто здесь позарится на рун. Тени Бараша. Аж захотелось в паб зайти и пуджа пикнуть срочно. Все, ребят, я пошел. 20.000 на Ви по золоту. 20.000 на Ви по экспириенсу. 50 с копейками. 50 с лишним минут уже сыграно. 51 только началась. Вроде Нави выигрывает, а подойти Нави как-то стесняются. Потому что сейчас Нави выигрывали и огребли. Фаника у нас подстопил Бараш. Так бить пора уже. Притягивает у нас Фаника. Начинает его жрать БСМ. Так нет, не начинает. А почему не начинает? У меня вопрос. Почему не есть Фаника? Почему стоять смотреть на него? Стенка пошла у нас от Дарксира. Стяжки так и не оказалось. Где у нас Свен? Свен в это время бьет крипов. Свен в этой херне не участвовал. Свен ни к чему это было. Пошли вдвоем отдали. Забрали Артстайла. Потеряли двух героев. Потеряли Пуджа и Дарксира. Главную вообще ударную силу я говорю сейчас о Дарксире. Пудж у нас уже закончился как герой. Он... Поставил нереально ненужную стенку. Вот так вот я не могу нарисовать и не из лобби. И... И дал стяжку просто в никуда. Зачем это надо было? Вообще непонятно. Байбэка у Дарксира нет. Еще 3.15 до байбэка. Ну и надо ждать когда появится сын. У Драгонайта заканчивается Драгонформа. Наконец-то приобретает себе Мом Свен. Чтобы быстро бегать и сильно бить своих оппонентов. Нави отходят. 52 минуты. Ну такая игра пусть будет дольше. Я не против. Лучше бы Аганим делал, чем Рефрешер. Он второй раз в БКБ будет стягивать. Он не будет и первый раз стягивать. Поэтому... От стяжки от Дарксира уже все, забыли. Не будет этого в принципе. Он две стены хочет поставить, а не стяжки две делать. Роха упал у нас для команды Натус Винсер. И забирает... Кто? Санейка нет. Хвост никто. Что? Кто? Как? Где Аегис? Аегис Сартстайл забирает. ПСМ против иллюзии Дэнди сражается. Хвост провязал БКБ. Хвоста сейчас уже закончится БКБ. Хвоста начинает пилить здесь ПСМ. Жрут хвоста. Стяжка очень крутая здесь от Дейла. Стена. Тут даже хвоста развалили. В дизрапшен нас кого-то отправили. Я так и не увидел кого. Шейкер в таверну. В таверну у нас Дарксир. Ну и здесь в ульте Свен. Но Свен драться не может. Две пилы ему под ноги. Просто не подерешься. Бэйбэк от хвоста. Бэйбэк от квопы. И Na'Vi знает что делать. Бэйбэк от Свена пошел. Бэйбэк от Шейкера. Бэйбэк от Драгон Найда. И у Пуджа нет денег на бэйбэк. А у Фанника есть деньги на бэйбэк. Но ни к чему бэйбэкаться. Ну и что? Na'Vi должны здесь конечно задавить своих оппонентов. Свен без ульты здесь драться смысла никакого не имеет. Ну и опять же еще и Aegis на артстайле не сбили. Na'Vi просто зайдут по топлейну и развалят все необходимое. У визажа 23 тысячи нетворс. 23. Против 25 с половиной у Фаника и квопа 19 с половиной. 23 тысячи. Все бы это в руки Свену или Драгон Найту мы бы посмотрели. Конечно, но Yellow Submarine послабее. Явно это конечно факт. Ну минус Свен. Это ГГ, ВП 100%. Но спасибо команде Yellow Submarine, что они дали бой на Виан. Вторая катка не первая. В первой Yellow Submarine даже на команду не были похожи. А в этой игре очень даже усердно как-то и серьезно подошли к пику. Подошли серьезно к реализации его. PSM огребает от Санейка под фонтаном. Глянь, что Санейка с ним делает. Еще один удар и нет второго удара. PSM выжил с Санейкой. Фитер. А ну-ка иди к черту отсюда. Ловят у нас хвоста, по крайней мере пытаются. Не достает до него. Куб. Эфирвиант. Через секунду будет эхо слэм. Ну здесь уже Дейл так просто потупить немного. Минус 4 делает команда на Тус Винсер. Теряют только Санейка. ГГВП. Yellow Submarine проигрывает эту игру. Они максимум, что могут занять в этой группе. Это третье место. Второе, да, третье место. На первом у нас Нави со счетом 3 победы и одно поражение. У них 9 поинтов. Yellow Submarine так и остается с 4 очками. Одна победа, 3 очка и одна ничья, 1 поинт. Вот. Ну и вверх них может выйти, например, команда Vega Squadron или London Conspiracy. Кто из них там выиграет. И, короче говоря, отправить Yellow Submarine на третью позицию. Но если Vega и Лондон играют в ничью, то Yellow Submarine отправляется на четвертую позицию. Короче, не суть. В любом случае выше третьего места им не подняться. А вот London Conspiracy и Vega Squadron будут у нас рубиться за вторую позицию. У Нави 9 поинтов. Они первое место занимают в группе. И, как я понимаю...